Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Челябинск, Перм и еще полтора десятка российских регионов. География участников ассамблеи обширна. В Брянск съехались представители 21 субъекта страны. Два часа перелета от Тюмени до Москвы, от Москвы до Брянска поездом четыре часа. Екатерина Рублева преодолела около двух с половиной тысяч километров, чтобы встретиться с коллегами и обсудить волнующие всех вопросы. Это отличная прокачка педагогов и методистов художественной направленности, которой уже давно мы не видели из-за пандемии. И, конечно, тема, которую здесь поднимают, очень важна. Сохранение образцовых коллективов, как основы культурных традиций России в свете засилия массовой популярной культуры сейчас мега актуально. Поэтому все, что здесь происходит, это уникально, и все решения, которые здесь будут приняты, это тоже уникальное беспрецедентное событие. Павел Сивцев и Александра Архипова – сотрудники Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». Говорят, приехали набраться опыта. У нас в основном по хореографии есть, по эстрадному танцу есть, но инструментальный оркестр у нас один только, скажем, к сожалению. Мы хотели бы посмотреть, какие у других регионов есть образцовые коллективы. Выбор места проведения этого масштабного мероприятия не случайен. Только в областном губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина 9 образцовых коллективов. В регионе – 22. Уже в первый день ассамблеи они сразили гостей ярким концертом. Опыт работы брянской системы образования, честно сказать, просто уникален. То, что мы видели на сцене, это, ну, выше всякой похвалы. Вы знаете, концерт не уступал просто концерту в Кремлевском дворце. Ребята очень слажены, и чувствуется вот эта поддержка педагогов, когда на один коллектив работает несколько педагогов. Это очень важно. И вот это сотворчество – то, чем есть, чему поучиться. Уникальность системы поддержки образцовых детских коллективов в Брянской области, она в себе, вот, наверное, самые лучшие черты и практики сохраняет. Мы увидели самое лучшее, что может быть в этой системе. Это фольклор, который сегодня вообще на территории других субъектов потихонечку утрачивается. Цирковое искусство, которое тоже есть во дворце творчества, в губернаторском. Театр моды. Традиционные в том числе такие формы, как театр, вокальное, эстрадное, хореографическое искусство, но в тех самых лучших образцах того, как это должно взаимодействовать. О выстроенной на Брянщине системе поддержки образования в целом и дополнительного образования в частности участникам ассамблеи рассказала временно исполняющая обязанности заместителя губернатора Татьяна Кулешова. Она отметила, что увлечь детей творчеством, удержать их интерес и раскрыть таланты бывает непросто. Но учреждения дополнительного образования отлично справляются с этой задачей. А результаты они говорят сами за себя. Когда из маленького, неопытного артиста, который делает первые шаги на сцене, рождаются замечательные, талантливые актеры, которых сделали вы, педагоги, это не просто достойно восхищения. Это невозможно описать словами. Сердце, душа радуются, когда смотришь на выступления таких детей и таких коллективов. В рамках деловой программы ассамблеи также прошли открытые занятия ведущих отечественных педагогов и цикл методических мастер-классов по работе с одаренными детьми. Организована работа экспертно-аналитических площадок по актуальным проблемам организации деятельности творческих коллективов. На сегодняшний день в силу того, что происходит изменение в системе дополнительного образования, это касается и образцовых коллективов. Необходимо понять, как дальше нам развиваться, как дальше нам существовать. Центральная часть ассамблеи принятия меморандума о признании ценностей сохранения образовательного феномена, традиций и нематериального культурного наследия образцовых детских коллективов художественного творчества. Сохранение, поддержка и развитие образцовых детских коллективов художественного творчества это фундамент системы дополнительного образования детей, приоритетный вектор развития дополнительного образования художественной направленности, полихудожественная среда для воспитания детей, приобщение их к искусству и культурному наследию народов нашей огромной страны. Первая ассамблея образцовых детских коллективов России завершена, но Брянск готов вновь стать коммуникационной площадкой для активных, инициативных и творческих людей. Будем продолжать, есть взаимодействие с координатором этого направления, я думаю, что в дальнейшем мы будем открыты площадкой для всех желающих, и я думаю, что да, действительно есть что показать. Ольга Макушникова, Екатерина Пенько, Александр Рязанцев, Александр Власов. События. Брянск.